друзья всем привет вы на канале лилины игрушки с вами ольга деркунская и мой верный спутник мася он у нас тут будет лежать присматривать за нами вот вы заходите пока присоединяйтесь сегодня хочу немножечко поболтать рассказать вам о пряжи которые сейчас начала вязать и ну так в общих чертах рассказать чем я живу но для начала меня зовут ольга я живу в москве у меня есть собака прекрасная несколько разных кошек некоторые живут у моей дочери один кот злющий он живет у меня и вы могли видеть вчера я ролик выкладывала как раз когда уже больше десяти лет кот пытается наброситься на собаку и причинить ему какой-то вред он ревнует так он и не принял что у нас живет собака и сейчас они уже все достаточно старенькие мои животные и кот позволяет иногда собаки понюхать свою спину и это очень забавно выглядит со стороны поэтому можете присоединиться посмотреть мне некоторые ролики на эту тему я выкладывала и также долгое время я создавала авторские игрушки и я вижу крючком спицами создаю игрушки в технике валяния допустим вот такой вот миньончик маленький вот и у него так вот мишечка это все это вот в технике сухого валяния такие игрушки я создаю и тут я недавно купила пряжу она называется это пряжа с эффектом свечения мне стало очень интересно что же за пряжа такая я начала из нее вязать и целиком у меня уже не сохранилась вот она мне в перемотанном виде расскажу об особенностях этой пряжи первых она очень толстая и я поняла что сначала я для нее взяла вообще крючок 3 начала вязать и полотно получалось очень толстая мне это не понравилось тогда я решила сделать свой любимый прием взять и ниточку вот эту расщепить и сделать из нее несколько моточков более тонкой нитки раньше я тоже самое делала с пряжей отель и сиена там такая интересная пряжа там идет несколько тоненьких ниточек и несколько толстых их можно распутать и каждой отдельной нитью вязать использовать ее в своих интересах вот это очень удобно мне это очень понравилось поэтому естественно когда я поняла что толщина пряжи меня не устраивает первое что я сделала это распустила ее распутала значит вот в пряжи с таким названием оказалось 30 ниточек конечно это смешно потому что они по толщине меньше миллиметра и мне пришлось это все считать высчитывать я насчитала 30 ниток на две части прошу прощения на две части прекрасно получается по 15 ниток будет в одной смотке все делаю значит и размотала сделала несколько моточков начала вязать начала я вязать и связала уши вот такие и оказалось что не знаю видно это или нет на камере вот это ухо оказалось существенно больше чем это количество рядов одинаковые но здесь прямо на целый ряд оказалось длиннее ухо ну естественно я села пересчитывать что не так с моими нитками и я насчитала что в той нитке которую когда я делила пополам это клубочек в одной из ниток оказалось на 44 нитки больше да не знаю как я так обсчиталась в общем вчера меня ждало еще одно прекрасное приключение я разматывала этот моточек отделяла от него 4 лишних нити и вот они у меня получились теперь меня будет вот такая еще дополнительная скрутка из которой можно будет связать более тонким крючком и соответственно игрушечка получится еще более маленького размера что же я вижу из этой пряжи повторюсь что пряжа с эффектом свечения других видео можете вот здесь посмотреть там я уже показывал что я делаю из этой пряжи сейчас я вижу собачку нашла мастер-класс в интернете такой песик будет его зовут кексик оксана никутович автор этого мастер-класса бесплатный можно найти в запрещенной сети если очень хочется вот я связала уже голову связала туловище и все необходимые запчасти для собачки все это я свисала передние лапки задние лапки очень мне понравился хвостик вот такой миленький и соответственно уши пряжу я вот это светящийся совмещала вот с такой ниточкой когда-то я ее купил фикс прайсе из нее прекрасно получается работы они такие их можно начесать и они становятся с таким легким ворсом мне очень нравятся пушистые всякие игрушечки поэтому у меня вот эта собачка будет пушистая начесываем мы вот таким образом берем липучку вот эту колючую сторону и вот так вот долго 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 начесываем со временем значит зверюшка будет у нас пушистенький при желании его можно подстричь если вам не нравится длина в каких-то местах особенно вот мордочку я выстригаю обычно вы понимаете да это еще совсем заготовка еще ничего не сделано эту пряжу ее можно тонировать какой-нибудь масляной краской масляной краской вообще шикарно ложится на вот эти вот все волосики нужно прям прокрашивать прокрашивать каждый волосок чтобы все это равномерно было и сейчас что я хочу сделать я хочу приблизительно сколоть как будет выглядеть этот песик вот сшивать его конечно не буду в эфире мне уже самой даже интересно как это будет выглядеть поэтому мы приколем вот эти вот лапки лапки у меня вот тут мне так нравится этот изгиб вот тут мои лапки они набиты гранулятом это тоже такая вот штука продается в рукодельных магазинах всякие леонардо иголочки и так далее можно заказать в интернете не реклама мне очень понравился вот такой стеклянный гранулят его попробовала он у меня мелкий достаточно два с половиной три миллиметра эти маленькие кругленькие стекляшки зачем я открыл все равно не видно и вот эти вот маленькие стекляшки я добавляла стопу вот тут она так хрустит и у меня вот такие вот лапки получились они тяжеленькие я надеюсь это будет дополнительно устойчивость придавать животному хотя собачка будет сидеть и так на четырех лапках и по идее она не должна быть не должна падать вот значит что я хочу сейчас сделать я хочу приколоть все эти части тела и попробовать как будет выглядеть моя собачка там еще не хватает утяжек вот в этой работе и может так оказаться что я достаточно плотно при набила туловище это будет как-то странно смотреться тем она и хорошая вязаная игрушка вот так вот приблизительно будут лапки они у меня в стороны расходятся уже мне не очень нравится вот это нюансы когда вяжешь по чужому мастер-классу тем более я взяла бесплатный в этот раз не совсем не хотелось думать очень много работы и мне хотелось просто вот повязать свое удовольствие включая аудиокнигу сажусь практически ночью на кухне и вся моя семья спит а я сижу слушаю аудиокнигу и вижу кто так любит ставьте тоже лайки сердечки плюсики очень интересно кто любит так вязать такой у меня пока танк на ножках получается ниточки я пока никакие не отрезаю такой у меня получается реально танк на ножках зато у него крутится голова в мастер-классе оксаны там щеночек там все пришивается голова тоже пришивается но я очень люблю шплинты в предыдущем видео вот здесь его оставлю я рассказывал про шплинты вот такие вот металлические штучки с деревянными колечками они вставляются в шею можно вставлять лапки все это закрепляется и получается очень интересная игрушечка так уши пряжа достаточно жесткая вот этого светящиеся что мне в ней не понравилось когда долго вяжешь в какой-то момент я натерла себе мозоль на пальцы это очень больно при том что я очень редко натираемой зоне да сейчас вижу гораздо меньше но тем не менее ну в общем конечно это надо экспериментировать прикладывать и смотреть где это будет ушки сгибать то что сейчас у меня какой-то поросеночек получается все это еще нитки торчат предварительно что-то такое потом покажу естественно готовую работу сниму ну и вот этот вот зверь неизвестной породы по имени кексик он должен светиться в темноте это тоже я потом сниму и вот ради этого эффекта свечения в принципе все и затевалась мне очень захотелось из этой пряжи связать ну вот такой вот хрюндель получается тут естественно будет носик еще я сделаю там утяжки получше затонирую в авторский мастер-класс мне вот только вот что я сделала я привнесла свои небольшие изменения глазки у меня на ножки и они закрепленные так что их нет дерешь автор предлагает сделать бусинки и утянуть пришить бусинки мне не было таких больших бусинок потому что оказалось что очень крупный это пряжа не крупная толстая вот поэтому пришлось выкручиваться своими силами у меня много глазиков вот таких на ножках и вот эти глаза мне показались наиболее оптимально еще буду делать веки и все это пришивать но хвостик мне уже нравится такой забавный мася ты покажешься чуть-чуть очень маленький сладкий малышек вот мася он у нас очень не любит сниматься он не любит смотреть в камеру да у нас тоже хвостику такой есть но в общем ребенок спал мать его разбудила до разбудили тебя маленького такие мы сладкие не часто выхожу в эфир вернее редко очень редко выхожу в эфир вот помашем лапкой да 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 приходите нас смотреть я славный вот он такой славный вот это гнездо тоже вы видели у нас любит спать в этом гнезде еще любит чтобы вот так вот на крыльях всякие мягкие штучки много всего ему вязала такого он любит спать у нас одетый в кучу одеял накрытый и ой недавно я раз показывала ролик что мы не гуляли мы вышли гулять первый раз два дня назад сейчас опять сидим дома вчера лет дождь и было меньше десяти градусов это точно мы не гуляем когда меньше десяти градусов но и в общем с конца октября фактически собака всегда сидит дома у него пеленочка у спокойненько дома все свои дела делает а гулять мы выходим пообщаться с собачками а так как у массе больное сердце ему нельзя сильно каких-то эмоциональных потрясений испытывать потому что у нас уже было что он пообщался с какой-то собакой и потом бац у него сердечный приступ в общем все очень неприятно поэтому мы смотрим на собачек в окошко смотрим часто издалека так сильно прямо близко не приближаемся ко многим животным хотя он добрый но он настолько радуется что вот этот эмоциональный подъем лишний ему не нужен совершенно в общем то так я рада если вы посмотрите мой эфир подпишитесь на мой канал будете общаться и пишите на какую тему хотели бы ролики видеть я постараюсь все что я вижу или там делал какие-то свои работы выкладывать их почаще показывать чтобы было видно потому что не все мои работы они доходят до конечного результата иногда я что-то такое делал я сейчас уже вижу просто для души и изготавливаю игрушки в основном для себя ради удовольствия поэтому много что не показываю что-то остается вообще в моей коробке с недоделками приятно было выйти в эфир всем доброго до свидания